это страна где все живут по правилам люди ездят на хороших немецких машинах хорошо оплачивается и отпуск и социальный пакет много миллиардеров много менеджеров топ-менеджер которые имеют миллионные оклады сколько нужно денег для жизни германии в германию машину можно с техосмотром живым взять бесплатно как это бесплатно для меня это был шок и в германии действительно это проблема с иммигрантами и с каждым годом все меняется и меняется отношение к ним это были постоянные драки напряженные отношения на работе непонятные взаимодействия с соседями постоянно чувство мигранта что мы тут делаем я дружил как и с экспатами так и с местными жителями в немецкой компании было такое чувство как будто ты ну как-то не свой высшая раса мы блондины мы голубоглазые мы создаем самую высшую расу это что-то такое у них осталось ну типа они считают что типа они немец круче чем там кто-то другое давайте попробуем ответить себе на вопрос что мы с вами знаем о жизни в германии ну кажется так много так много а в итоге если честно я вам особо сам ничего не расскажу потому что это все иллюзия написанная где-то рассказанная кем-то прочитанная когда-то сегодня мы сами разберемся как живется на самом деле в германии что с ней не так а что так кому она подходит кому совершенно не подходит и особенно почему оттуда наши пожив там уезжают все-таки уезжают это новый выпуск об обратной стороне жизни сегодня разбираемся с германией приятного просмотра 95 год мне 14 лет я ушел из дому сбежал со школы я жил чернигове пришел практически пешком в киев пешком на попутках переночевал здесь ночь я думаю все я вернусь когда куплю себе вишневую восьмерку и покажу всем своим родителям друзьям и всему своему родству что я смог я бы в девятом классе я вернулся домой это было 29 сентября хорошо потом помню потому что моей сестре тогда исполнялось был день рождения и в 14 лет у меня был такой очень сильно переломный период я не только ушел из дому и там со школы так далее я перешел в другую школу я начал делать то чтобы не хотел чтобы мои дети делали ломал руки очень часто вел себя иногда как засранец познал очень многое в жизни то что на сегодняшний день уже давно не использую ты же в этом же возрасте именно в 14 лет мы с тобой одногодки уехал в германию почему и как это случилось ну в девяносто пятом году там уже получается команда динамо было под руководством братьев суркизов и они как бы заставляли родителей скажем сначала года с весны наверное примерно 90 этого года подписывать договора долгосрочные лет на пять скажем до динамо 3 это как бы ну получается динамо 3 эта команда после дубля которая есть типа первая команда есть дубль и есть там 3 команда получается родители как бы должны были за детей подписать там на пять лет договора что они обязуются как бы давать форму ну по сути как бы от себя да если там кто-то уже какой-то интерес будет какому-то ребенку или подростку тогда они уже будут решать как бы кто сколько стоит ну и получается в девяносто пятом году это было лето были каникулы ну все же думали были в раздумьях что делать потому что ну как бы на пять лет это долго что дальше и многие там опять раз моей команды поехали как бы себя показывать какие-то ну как бы зарубежья этому понятно это европа легче там бельгия или германия там кто куда ну и как бы родители подумали почему бы не попробовать как бы их поехать вам русскую команду как бы себя показатели меня показать на то время и как бы меня показали поставили играть из более старшими ребятами как бы там был старший тренер как бы это бывший как бы вратарь сборной германии сказал да очень как бы заинтересованный как бы пускай приезжает я начинаю жить в интернате ходить как бы в команде тренироваться и меня как бы команда там пока он поначалу как бы говорит ходить колу для иностранцев для мигрантов я ходил от где-то полгода пока как бы но это были постоянные драки к тебе приходят например садятся там ну например задницы на твое место и ноги ставят на твой стул ты говоришь там уходи они говорят я хочу чтобы ты по-немецки это сказал а ты там например две недели ты там ничего не морская по-немецки ты просто показывает жестами но это же не немцы так говорят мигранты которые были с тобой в школе это люди которые любили футбол и хотели развиваться люди которые искали за что зацепиться в германии либо в европе это не с футболом ничего не было связано это просто была школа для мигрантов получается люди приезжают разные там турки афганцы то далее и для того они думают немцы для того чтобы типа им был легкий старт они начинаются школы мигрантов но это как бы не легкий стал потому что это туристика потому что тебе надо чтобы легкий старт был тебе надо носителя но немецкого языка побольше то вопрос в том что немцы так как была вторая мировая война и как бы те то что там гитлер как бы начудил натворил как бы они пытаются до сих пор да есть какое-то такое понятие что типа вины присутствует она у всех есть и и было в меркель и будет что они как бы пытаются ни в какие конфликты как бы не лезть а пытаются какой-то ну как бы быть позитивно да там есть война в сирии там взяли как там миллион людей на себя да там ну как бы разруливаю конфликтной ситуации германии многих людей как бы иностранцев просто терпит у них статуса как бы нету они там есть такое понятие азюль типа политические типа шу просто у тебя терпят терпят и это может быть 20 лет тип терпения 30 терпят и платят что-то ну бы платят тоже потому что вот от мерселицев же тоже многих оформляет как мы никак вот их тоже терпят получается миллион чем-то людей приняли как бы да они там как-то обучением как бы языка получается то что же стоит денег кому-то там шесть неделя плачут кому-то там три месяца языка плачу кому-то еще что-то вот таких тоже есть как бы ну сотни тысяч если не миллионы людей которых именно вот терпят по разным политическим событиям там была там война в югославии как бы до масса людей как бы приехала именно в германию как бы их там какое-то время терпит потом например может быть так что ты 30 лет уже как бы тебя у тебя там уже дети выросли ему же 10 лет потом как бы это терпение как бы говорят все мы тебя уже не терпим типа еть в югославию и конечно что проблема у людей что например дать там ребенок уже вырос для него это родина он там уже 10 лет живет и в какой-то момент государство принимает решение типа давай домой мы теперь уже не терпим и как бы рушится ну все твоя жизнь рушится как бы о своей германии также расскажет владислав из львова он прожил в лейпциге более двух лет но за это время так и не почувствовал себя дома сладом я познакомился во время съемок на кипре и просто не мог не спросить чем же молодому амбициозному парню с немецкими корнями не подошла германия мы сидели с тобой здесь на кипре в помощи с отличным видом на на все кипр вообще отличный вид на все и разговорились я выяснил что ты все-таки со львова но какое-то время жил в германии и у тебя отец немец каким-то образом здесь остался скажи пожалуйста свою историю по папиной линии у меня все чистокромные немцы это бабушка дедушка прабабушка и прадедушка в общем и сорок первом году произошла оккупация львова и мои родственники были по ту сторону и собственно они начали возводить уже немецкую культуру во львове и когда произошла оккупация уже в другую сторону советскими войсками то банально мои прадедушки и прабабушки не успели уехать вот и во львове родился уже мой отец и через 40 лет потом я в общем то так и началась моя история украинская немецкая вот у меня немецкая фамилия мой дядя живет в германии вот и в принципе пытался уехать в германию я когда мне исполнилось 18 лет вот я закончил школу и банально не знал чем я хочу заниматься в жизни вот и была возможность уехать в германию пожить у дяди поучить немецкий язык скажем его до выучить какая у тебя картинка была германии перед приездом туда ты ты бывал вообще в детстве ездил в германию да мы часто ездили в германию в разные части германии бавария и север юг восток эта страна где все живут по правилам где люди ездят на хороших немецких машинах где хорошо оплачивается и отпуск и социальный пакет в общем идеализированное общество где все хорошо зарабатывают хорошо проводит время на выходных и живут там неподалеку альп у них есть бы есть возможность ездить на выходные в испанию провести время семьей и в общем ну картинкой хорошего идеализированного общества вот за которым на самом-то деле скрывается немного другая картинка это напряженные отношения на работе это постоянные какие-то напряженные непонятные взаимодействия с соседями с которыми ты живешь и постоянное чувство мигранта вот это то что не покидает тебя постоянно германии очень много мигрантов и даже при отличном знании немецкого языка при том что у тебя немецкая фамилия ты в принципе понимаешь и знаешь это общество ты все равно чувствуешь себя мигрантом там здесь же например на кипре не владея идеально греческим языком ты чувствуешь себя намного желанным гостем нежели живя в германии при том полном немецком пакете который у тебя есть ты ехал в какой город я ехал в лейпциг на тот момент в лейпциге жил мой дядя это восток германии вот как мы знаем историю то германия была в свое время поделена на три части ддр и фрг и восток он более такой можно сказать с отпечатком советской власти вот и больше там разрушенные зданий но тем не менее более динамичное общество в плане того что развития больше принимает студентов и в общем восток германии он сейчас более отстраивается нежели уже отстроены там запад хорошо ты приехал и чем ты стал заниматься как-то интегрировался в это общество с какими сложностями столкнулся и как проходила твоя жизнь первое время и потом как она развивалась я начал искать друзей знакомиться с людьми с немцами я ходил на немецкие курсы учил немецкий язык я хотела учиться уже знал немецкий хорошо я знал его на уровень b1 в принципе этого уровня достаточно чтобы учиться в языковых школах и где-то там на первый курс впоследствии я подал документы в 5 немецких университетов и получилось поступить только в небольшое селе село хайдельберг а мне из города миллионника лейпцига и львова не особо хотелось учиться в селе даже при том что это немецкое образование при этом ты не учился я не учился в высшем учебном заведении твоя мотивация переезда в германию ехать жить это был поиск лучшей жизни что тебя подталкивало в принципе хотелось лучшей жизни в европе где все хорошо зарабатывают ездят на немецких машинах и живут просторных больших квартирах при этом если коротко вот так откровенно где тебе комфортнее и лучше в украине например либо в германии если сравнивать германию украину то однозначно украина почему однозначно украина что не так с германией во-первых это жизнь по правилам то есть германия это идеальная страна для того чтобы строить свою карьеру там все за тебя продумано социальный пакет карьерный рост ты отработал на работе год получил опыт идешь на повышение отработал два года идешь на повышение в общем в принципе как для человека который живет по правилам и германия идеальная страна ты работаешь с 9 до 6 у тебя есть 30 дней отпуска социальный пакет ты знаешь сколько ты будешь зарабатывать сейчас сколько ты будешь зарабатывать через месяц и через год и так дальше ты можешь легко планировать свою жизнь относительно доходов отпусков и так дальше в украине нет стабильности поэтому для молодых людей все-таки возможно украина была бы лучшим вариантом потому что здесь все-таки интересный рынок ты можешь быстро запустить свой стартап свое дело протестировать германии в украине до в германии вообще тяжело заниматься бизнесом потому что тебе нужен вот такой вот пакет документов вот такой вот пакет сертификатов ты должен доказать зачем тебе бизнес германии я родился в 1981 году в чернигове где прожил до 21 года а потом рванул сам в киев кармане было 200 долларов которые я накопил за несколько лет работы сторожем то что у меня было это эти деньги высшее образование и большое желание вырваться все всего остального я добился сам за свои годы я видел много эпох и много разных судеб людей многие в 90-х не смогли адаптироваться под изменения в мире и застряли ментально в ссср многие застряли честно говоря и сейчас все в мире меняется быстро и нам необходимо адаптироваться выходить из зоны комфорта и обретать новые знания и опыт иначе мы снова застрянем вы помните что для получения знаний в интернет-маркетинге я рекомендую приходить учиться ко мне в школу цифровых навыков пара а вот для обучения английскому я не только рекомендую но и сам пользуюсь EnglishDom это международная онлайн школа английского языка входит в топ лидеров рынка образовательных технологий в восточной европы EnglishDom 10 лет на рынке у них 50 тысяч активных студентов 900 преподавателей английского и 5 инновационных онлайн продуктов особенности EnglishDom в подборе технологий и людей для поддержания мотивации к изучению английского языка несколько очевидных преимуществ английский онлайн по видеосвязи обучение языку не выходя из дома преподаватель мечты с которым интересно цифровой учебники современные методики персональный куратор гарантирует прогресс и самое важное если вам не хватает мотивации вас нужно дисциплинировать вы все время откладывать изучение английского на потом то это ваша школа здесь умеет грамотно подбирать преподавателя следить за успеваемостью и вдохновлять выучить в общем когда вы решитесь выучить английский вы знаете где это сделать все детали в описании к видео тебе 14 лет ты прожил какое-то время в этой школе-интернате для беженцев я тебя мужчине или давай откровенно щемили было неприятно было тяжело поддержки не было чем ты столкнулся дальше как ты вышел из этой ситуации бы ну я занимался футболом и как бы начал ходить в немецкую школу это хорошие оценки я мог получить только там если не давали какое-то задание там я помню метам учитель сказал типа подготовься по чернобылю и я там просто подготовился по чернобылю на этом надо реферат написал про чернобыль на на двух страницах я получил как бы единицу но это отличная типа да самая лучшая оценка ну я не то что там я просто выучил наизусть и просто по-немецки как бы две страницы наизусть рассказал просто перед классом и получил как бы отличную оценку как бы но при том что я там но то что я говорил я ничего не понимал просто это был как стихотворение зазубрина как бы до отработал и все как тебя встретили мигранты мы уже знаем как я встретили немцы ну немцы стать или как бы на самом деле нейтрально но наверное даже если говорить о немецкой школе то меня встретили лучше или даже хорошо именно в школе почему потому что меня завел как бы учитель физкультуры в класс и сказал что типа это талант с украины это поддающийся надежды для нашей команды хайс вау а так как они же как бы все же болеют за хайс вау и как бы он говорит типа это вот талант который в интернате в интернате всего было 7 спортсменов получается для того чтобы это не то что там интернате 70 или там 50 человек что они понимали что типа да значит способности какие-то уже выше среднего что типа дали ну как бы девочки там да не такие у талант ничего себе марадона для нам да типа с украины таланта как бы то они меня в общем то даже я не знаю язык не мог с ними говорить не как общаться это было короткое время то они меня даже там помню как в пятницу там рубая там неделю как меня представили пригласили на какое-то мероприятие ну мимо школы когда что судьба разбивалась в германии и я уже как бы тренируюсь с дублем играю выезжаю с дублем как бы то там выхожу на замену там иногда и так далее проходит получил как бы я дальше с ними как бы играю проходит полгода приходит леда остается три или четыре тренировки до конца уже спортивного этого года и подходит ко мне не главный тренер с которым я общался постоянно а его помощник и говорит мы не будем с тобой продлевать контракт для меня это был шок потому что как бы я полгода назад спрашивал мы общались была дискуссия и как бы но это подстава была конкретная потому что ты как бы сезон закончился три тренировки куда идти что идти как идти где эти что начинать где ты ничего не планировал потому что тебя как бы устно говорили что нет проблем ты в дубле мы дальше двигаемся ну как бы понимал когда уже взрослый футбол и шел что это как бы уже там понятно что ни одна команда тут уже деньги там уже жены там уже машины там уже прыгают друг друга на как бы в колено травмируются для того чтобы быть составе для того чтобы получить премию я уже просто тогда уже как бы sky свал ушел и начал играть как бы там называлась команда rc с нордерштетт это как бы получается именно тот городок который примыкает или там где была база этого тоже high свал и начал как бы там тренироваться познакомился же опять же тогда уже как бы девушка у меня появилась же наталья которая родилась в аргентине ну как бы у нее папа немец мама аргентинка и мы вот уже 18 когда мне было мы познакомились и я начал как бы квартиру получается уже с интерната я съехал начал арендовать как бы квартиру двухкомнатную и начала как бы вот эта девушка со мной как бы жить вместе условно ну как бы вот начали стала твоей женой ну которая вот сейчас живет со мной в украине которая переехала в украину у вас двое детей на них немецкие паспорта да они родились там нет они родились здесь но первый ребенок был мы еще были не расписаны как бы а второй ну я не знаю там по матери просто паспорт далее как бы да и все мы там сильно об этом не думали у меня есть знакомая которая живет в германии и она занимается тортами вот это ее малый бизнес она печет дома делает доставки и в принципе имеет с этого неплохой заработок но она действительно хочет заниматься этим официально она хочет платить налоги хочет иметь все сертификаты но система построена так что если ты занимаешься пищевой пищевым производством те нужен определенный сертификат чтобы получить сертификат ты должен закончить образование образование в этом деле обязательно должно быть выше значит ты должен отучиться три года на кондитерское дело затем если ты хочешь печь торты это еще отдельное так сказать направление и тебе нужно еще отдельный сертификат отдельно на торты то есть ты хлеб не можешь печь если у тебя есть сертификат на торты вот это должен получить на этот сертификат кроме того дома у тебя должны быть специальные условия для этого по вопросу антисанитарии гостов требования и так дальше то есть дома такую кухню ну просто невозможно построить это должен быть отдельный цех с in при этом на каждую печку должен быть отдельный сертификат отдельный тюф тюф это технический документ который разрешает использовать ту или иную продукцию в общем такой малый бизнес для того чтобы его запустить и зарабатывать и работать официально тебе нужно вот такой вот пакет документов четыре года отучиться и начинать а еще платить за сертификаты все эти каждый раз в год что делает в принципе создание даже такого малого бизнеса достаточно тяжелого а зачем тебе его создавать если у тебя если уже на этой улице есть пекарня зачем тебе создавать еще одну ты можешь пойти туда и развивать ее вот и плюс немцы это такой законсервирован прям живой пример на улице открылась пекарня на улице есть две пекарни первая уже стоит лет 60 туда ходила мама папа дедушка бабушка три поколения и все покупали одинаковый тот же хлеб по утрам те же самые одинаковые булочки и все прекрасно да может быть там нельзя платить карты да там уже старая витрина да там может быть очереди утром и поэтому открывается новая пекарня с шикарной витриной с подсветкой с приветливым персоналами возможность уплатить условно говоря карточкой настоящий немец он будет ходить старую пекарню независимо будет там очередь не будет поменяет витрина не не поменяет он привык к этому и все новое там очень тяжело доходит и как-то но старая она все привычней и старая система работает лучше новой системы в германии ты же можешь вести instagram страницу печь торты продавать их и тебя не накажут или накажут накажут потому что если твой доход больше чем 5000 евро придет налоговая инспекция или даже тебе позвонят из банка и спросит откуда у тебя собственно эти деньги а как они узнают они живут платить на карту есть там с карты на карту скидывать нельзя деньги можешь скидывать с карты на карту но разве что ты будешь исключительно наличными средствами пользоваться тогда да тогда тебя не раскроют но тебе все равно надо же если ты живешь германии подавать бумаги чтобы продлевать вид на жительство право на работу и и так дальше ты пытался там работать если работал то как где и кем да я работал я работал официантом в загородном комплексе я работал и на баре и официантом и на самом-то деле работать в германии хорошо по двум причинам во первых за тебя все продумали то есть сколько ты работаешь я четко работал с 9 до 6 или там ночную смену с 22 до 6 утра я знал что если что-то случится со мной на работе там упадет нож я порежусь поранюсь страховая все за тебя сделает не волнуйся вот тебе остается только работать будучи официантом я зарабатывал 900 евро у меня была ставка и 1000 1500 было еще начать то есть принципе в общей сложности 3000 евро в месяц это чистыми это чистыми это было просто я был не только официантом я принимал заказы я работал и в ночные смены и мы работали на свадьбах в общем но это был хороший элитный загородный комплекс где люди и свадьбы праздновали и корпоративе сложно было устроиться нет мне повезло потому что у меня были знакомства на немецкой кафедре в моем университете и там часто набирали рабочий персонал там на сбор ягод университете в каком во львове во львове да и поэтому в принципе таким образом я и попал туда а сколько нужно денег тебе было для жизни в лейпциген студенты в германии могут прожить в пределах 700 800 евро в месяц обычно обычно если ты не снимаешь квартиру значит у тебя есть общежитие она 300 250 300 евро это было в 2016 году сейчас я не знаю сейчас цены подросли но жилье в германии это 300 400 евро если это небольшой город если это мюнхен или берлин там порядок цен чуть выше там 600 700 евро в месяц на еду есть ты питаешься супермаркете готовишь сам это 300 400 евро в месяц ну то есть до 1000 можно хорошо себя чувствовать при этом когда ты жил во львове сколько ты зарабатывал сколько тратил если ты работал я работал во львове у меня было свое небольшое агентство плюс я снимал видеоролики но у меня не было стабильного заработка в месяц но в пределах там 3000 евро я получал во львове тоже да и это вообще хорошо себя чувствуешь на 3000 во львове это не 3000 в германии абсолютно то есть ты смог и там найти работу зарабатывать 3000 евро и ты и там смог заработать клиентов то есть я был как фрилансер я и монтировал видео и сам снимал также у меня есть партнер мы с ним мы начали развивать эти направления делали сайты на вордпрессе в принципе мы занимались всем брали все процессе разбирались и некоторых нишек даже что-то получалось скажи мне какая разница между тремя тысячами евро в германии тремя тысячами евро в украине ну на 3000 евро в украине ты можешь жить в двух-трехкомнатной квартире питаться каждый день в ресторанах я думаю потому что цены позволяет это делать в общем я знаю семьи которые живут на 3000 евро в украине и в принципе большая часть живет на 500 600 до 1000 вот 3000 евро если ты получаешь чистыми ты отдаешь часть на страхование обязательное ты отдаешь часть на налоги и еще некоторые сборы которые ты обязательно должен заплатить в общем в процессе ну я же говорю система продумана так что есть ты получаешь 3000 значит и тысячу отдаешь государству 1000 ты это обязательные твои платежи и тысячу может быть у тебя получится отложить либо ты там как-то их тратить это в германии это в германии это еще я все-таки налоги 33 процента получать а в украине в принципе если ты там фоп третья группа заплатил пять процентов или там фиксированную и хорошо себя живет последнее время мне часто присылают технику для тестирования и сегодня я вас познакомлю с ноутбуком легион 5i от леново компания производит разные линейки конкретно этот ноут очень хорош для геймеров стильный снаружи неудержимы внутри уже давно не просто слоган семейства ноутбуков легион именно сдержанный дизайн делает этот ноут номером один не только для игр но и для работы от себя добавлю что тот ноутбук может быть сверх полезным для специалистов работающих с тяжелым программным обеспечением для монтажа или например фотошопа высокую продуктивность устройства обеспечивает процессор intel core i5 с расширенными возможностями разгона до 45 ватт вычислительной мощностью видеокарта rtx 3050 ti позволит оценить невероятно реалистичную графику особенно при работе с графическими и видеоредакторами про игры я вообще молчу и конечно система охлаждения cold front 3 0 не важно насколько долго и нагруженно работает ноутбук благодаря его системе охлаждения он не перегревается если играть в игры то с этим ноутбуком рекомендую именно на максимальных настройках он вытянет все новинки без проблем в общем вы поняли что ноутбук легион 5 а и длинного отличнейший инструмент как для продуктивной работы так и для отдыха все детали и ссылку на данную модель оставляю в описании как ты шел к тому решение когда понял что все я хочу вернуться обратно домой ну как бы я играл футбол я занимался бизнесом у меня было образование образование у меня немецкая индустрия кауфман это типа как промышленный коммерсант я работал там на заводе и потом какой-то момент как бы я понял что как бы развиваться как бы там быстро невозможно ты на каком-то уровне ну как что значит уровень как бы понятно что например я мог остаться на заводе работать там зарплаты грязными в районе там четыре тысячи евро может там четыре с половиной но это чистыми где-то там 2 700 евро было бы на хорошая зарплата с как хорошая ну как бы по профессии для начала заводу было 150 лет понятно что это не есть плохо если люди там например смотрят там считают статистику которые хотят уехать в германию что там типа средняя три с половиной то они три с половиной как бы грязными не получит брутто почему потому что германии все в белом как бы все потиже в белую ничего как бы в черную не ходит много миллиардеров много менеджеров топ-менеджер которые имеют миллионные оклады поэтому как бы вот это средняя она нереальная но как бы как средняя температура по больнице на самом деле очень богатые вытягивают эту среднюю стандартно это как бы если мы говорим минималка 950 евро это грязными в час то до 15 евро иностранцы и мигранты могут получать в час в час но это грязный чистыми опять же очень тяжело посчитать почему потому что шесть классов налогообложения 6 у нас на 1 подоходный до 18 до этого я нас был полтора а у них как бы там зависит опять же от моих факторов есть например там 6 класса как они примерно делятся значит первый класс это ты холостой второй класс ты разведенный у тебя есть дети третий класс это например мучки муж и жена кто-то зарабатывает очень много берет третий класс а тут кто мало зарабатывать берет пятый если они зарабатывают примерно одинаковые они оба берут четвертый если 2 в деятельности или вторая работа 6 по 6 у тебя подоходный где-то в районе 45 процентов ничего себе ну как бы это говорит типа специально так делает чтобы ты не забирал работу какого-то другого человека что типа сидит дома ну типа такой высокий налог что типа не еди на вторую работу старая работа 45 процентов подоходный а если работать хочу ну значит за копейки или там бесплатно или там как бы очень мало будешь зарабатывать просто мне например когда я например у меня получится тоже такая ситуация что я работал по шестому классу получается как что вешал на образование и был вот на заводе у меня там была стипендия стипендия на ну не помню там где-то вроде тысячи евро я получал стипендию в месяц а второй видеть у меня был как бы получается как бы командный спорт а то у меня были премии как бы и все остальное это получается мне снимали 45 процентов ну по доходу футбольному я там например там ну когда я там выписку мне давали я реально плакал когда там это гоблин сколько ты зарабатывал минимум сколько зарабатывал максимум чистыми так тяжело сказать потому что последнее время я же был самостоятельный я машинами там поторговал у меня были такси были курьеры как бы так сложно сказать максимум минимум как бы но если там максимум там пускай 10 тысяч евро минимум там две тысячи евро насколько сложно либо просто в германии начать заниматься предпринимательской деятельностью с нуля вообще не сложно я помню не исполнилось 18 лет это было 1 ноября 2 ноября пошел и я скажем в органе местного самоуправления просто открыл как бы как спд бумагу мне там дали я написал и там ведь деятельность этом писал там машины запчасти и там и так далее ну и этого 2 ноября вот как бы 18 не исполнилось и сразу на следующий день я пошел зарегистрировал как бы спд тебе дали бумагу там как бы есть у тебя обороты как бы низкие ты по сути там никому не нужен раз вот пишет там уведомление в налоговой типа что я живой вы там типа если оборотами сильно и тебя как были миссии на там кто трогает понятно что если например говорить что вот ты там иностранец а такими же витами деятельности занимается какой-то немец к немцу пять лет никто не приходит но проверку да или там как бы а к тебе каждый год там начинают как бы там покажи расскажи документы покажи там что там как говорить что типа как бы взятки коррупция она как бы такого там как бы не присутствует или как бы минимальной но там у них еще ткая понятие рука руку моют там даже есть например как бы ты дочка или там сын какого-то обеспеченного человека то там они как бы так уже воспитываю тебя шить и поты там найди себя ну тому же и чтобы уже как бы например там если там семья как бы какой то там завод имеют как бы они еще тоже например там себе там ну хотя бы миллионера да понятно там сотни миллионов найти как бы им тяжеловато но дочки говорят типа найдет себе шум ты понимала что он с тобой не за денег как как средневековья да так она есть все стоит денег и как бы чем более развиты капитализм тем их больше надо и есть много услуг за которые мы даже не знаем что как бы тут мы не платим за это все то что там надо платить ну например там страховка юридическая что на тебя может любой момент кто-то подать в суд оплатить это самому как бы нереально потому что страшно дорого значит должна какая-то страховка покрывать юридические расходы и как бы это каждый немец имеет массу страховок которая как бы он платит для того чтобы нам какой-то случай если даже я приду к тебе в гости поломаю какой-то глобус и ты скажешь ну ты собака блин поломал лобус 500 долларов как бы и опять же страховка должна какая-то тебе это возместить потому что это может так тоже случится или и мой ребенок в гостях какой-то перенет там телевизор и ты скажешь как бы возмещай твой ребенок как бы и страховка должна опять же это возместить поэтому я даже я даже бы не задумался об этом интересно как люди живут в от кредитов и постоянной работы либо есть возможность поработать а потом отдыхать ну вопрос какой что как в чем ключ или что вот я недооценивают люди например в украине что вот благодаря советской власти у нас как бы почти каждый человек имеет какую-то свою собственность понятно что не у всех киеве у кота в харькове кого-то где-то в селе да но было как бы приватизация имущество до недвижимости и 90 процентов людей имеет какую-то недвижимость понятно что не все получили там недвижимость где бы может быть они хотели но у нее нет ягоды на весь анжар и не да есть какой-то угол есть у всех и получается так что в германии как бы до этого же не было получается что свое имущество имеют только процентов 10 населения 90 процентов людей имущество никакого не имеют получается они рождаются в арендованном и умирают также в арендованном ничего как бы там не аккумулируется ничего не остается если говорить что из поколения в поколение не накапливается семейный какой-то богатством квартира которая пришла в наследство те копили добавили было одна комната стала 23 получается средняя немецкая семья она за жизнь меняет 12 мест жительства получается почему потому что к молоко дорого все дорого они максимально быстро меняют место жительства например как бы ты молодой ходишь в институт и там живешь в комнатке там 25 метров появляется подружка ты там сразу 40 метров берешь появляются то например ну там дети и все кого появляются они берут на при этом 80 метров дети только вырастают 18 сразу детей там типа иди там сам живите по датам в виду сам сам маленькую комнатку они сразу раз уменьшают на 60 метров и получается они как гармошка грубо говоря чтобы лишнего не переплачивать и по коммуналке не почему до меня как бы место жительства и как бы площадь условно понятно что есть люди которые покупают дома там но это как бы есть но это я живу если из общей массы как бы людей что по евросоюзу больше всего имущества своего имеют испанцы это 20 процентов это максимально по евросоюзу все остальные имеют меньше получается что вся недвижимость это фонды недвижимые какие-то корпорации которые так далее и с другой стороны они получается что если даже посчитать то арендовать выгодно ну потому что как бы ты платишь на пример там три процента от ставки но тебя не касается не ремонт ничего и у них это показать такая проблема что когда ты становишься собственником квартиры ты вообще как раб ты как заложник в чем заключается тарап со заложник когда строится дом есть управляющая компания и там прописывается сразу изначально как бы когда что происходит там замена лифта раз 20 лет там швы переделать там как бы раз там в 10 лет замена счетчиков воды там раз пять лет и получается ты подписался под это все но к покупая квартиру не в зависимости дому 5 лет 10 или 15 лет и получается например там счетчик воды прекрасность нержавейки рабочий но если там время пришло будь любезен давай там 100 евро или 150 меняем счетчики платим за работу платим все и получается ты к этому привязан если например ты в частном доме живешь ты как бы к этому не привязан ты сам решаешь типа ну к рабочий да и рабочий да там проверку сделали да и сделали то в квартире ты ничего не решаешь ты просто выдаешь 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 понятно что когда если квартира новая то как бы пока проблем нету потому что она все новое но если там она уже там 10-20 лет то ты уже готовься выдавать кроме аренды на это все эксплуатацию так далее и как бы и на этом всем зарабатывают очень хорошо как бы эти фирмы в этом есть смысл построить дом все продать эксплуатацию потом как бы ну годами десятилетиями с людей как бы брать 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 за эксплуатацию как бы не имея там ни одного метра квадратного например даже квартиры потому что ты все продал при этом я читал что когда ты хочешь как приезжий арендовать квартиру то у тебя возникают огромнейшие сложности первых это сделать долго вторых тебе предъявляют требования собеседование либо просмотр квартиры у тебя может быть их очень много но тебе не сдадут тебе назначают их чаще в рабочее твое время никого не интересует что ты хочешь прийти всем потому что всем они ничего я буду футбол смотреть пиво пить всеми тебе не покажу и так далее так далее правда ну это опять же мы говорим что есть большие города есть топ-7 городов в германии это так называемый города а города а это там где международные компании вкладывают деньги ну там это мюнхен это берлин это гамбург и там проблемы вообще жильем жилье какое-то есть но на рынке его очень мало и как бы дефицитно потому что же много есть жилья которые вот просто люди закрывают консервируют как бы да и просто не сдают амортизирует потому что уходят от этих всех рисков потому что там доходность от аренды она как бы там ну не ахти там она низкая а вот именно через амортизацию своего основного видеть а деятельности там где идут хорошие потоки денег они это как бы вот так это объясняет и получается что люди посмотрят 20-30 человек они хотят арендовать и потом как бы у них там есть как бы критерии и как бы последнее время вы как бы например там по гамбургу вот именно там в однополые браки они часто получают и пошел вот мы готовы вам сдавать по причинам опять же ну как близко да там детей нету того нету сего нету как бы там кошки ну что как бы квартира будет целая его почему-то опять же на поле браки они как бы какие-то более творческие что у них зарплата выше среднего а как немцы воспитывают своих детей в основном немецких детей воспитывают так что они гости в твоей жизни ну то есть мужчина и женщина они хорошо проводят время в один момент у них появляется ребенок и до 18 лет это в принципе твой гость они тебя обеспечивают дают образование становят тебя на жизненный путь а потом исполняется 18 лет и ну прости но теперь мы должны провести пенсию вдвоем с мамой или с папой поэтому будь добр вот мы тебе дали какой-то базис дали какой-то стартовый капитал как ты распорядишься пожалуйста но при этом государство поддерживает молодежь есть университеты там бесплатное обучение в германии бесплатное обучение но есть квоты на иностранцев квоты на местное на местных жителей на экспатов с кем ты дружил там я дружил как и с экспатами так и с местными жителями в общем то мы все хорошо ладили но все равно в немецкой компании было такое чувство как будто ты ну как-то не свой то есть какое-то определенное отношение к тебе было и она проявлялась там в мелочах но все равно она чувствовалась что ты все-таки экспат ты все-таки иммигрант и в германии действительно эта проблема с иммигрантами и с каждым годом все меняется и меняется отношение к ним и самое обидное что независимо или ты там из африканских или каких-то других азиатских стран прибыл и ничего не делаешь либо ты из украины россии белоруссии амбициозный ты готов работать на эту страну строить ее там создавать рабочие места по дополнять бюджет отношение приблизительно к тебе такое же то есть она присутствует у тебя были конфликты с немцами прям открытых нет но у меня было такое давление как на иммигранта то есть что ты тут делаешь мы же тут как бы в моей стране как это происходит она ну в подшучиваниях в вопросах там не например и на завоел сало ел ну тебя напрямую спрашивать зачем ты приехал в нашу германию где здесь идеальные немецкие дороги автобаны хорошие машины почему ты не сидишь и не делаешь это же в украине зачем ты приехал к нам условно говоря это спрашивают свои друзья либо просто люди это спрашивали друзья когда выпьют и ну в принципе они чувствуют с одной стороны они чувствуют вину за то что произошло в прошлом веке а с другой стороны они тоже ведут такой все таки немного консервативный образ жизни и не особо хотят видеть гостей в своей стране вы обсуждали вторую мировую войну до обсуждали и у студентов наших стран намного глубже познания на эту тему нежели у немцев я не скажу что они ведут политику чтобы полностью замолчать эту ситуацию как-то ее обойти вот они стараются смягчить углы немцы чтят память они помнят но мне кажется что следующее поколение уже не так сильно будет помнить насколько сильно от отпечаталась в истории тех или других стран в германии можно стать своим можно стать своим если поменять там имя фамилию и приехать туда где-то до семи лет как если у тебя еще как бы речь не поставлена когда если акцент как бы вот акцент ты сможешь как бы выучить язык без акцента потому что например я себя приехал в 14 как бы я язык выучил общаться как бумагу но акцент у меня пока бы присутствует но они как бы понимают сразу как будто по акценту типа что ты не свой вообще как бы я бывал в германии и я не заметил чтобы они особо любили детей особенно чужих детей есть разные наверное ну как бы если говорить как бы про динамику как бы да то как бы детей у них там на на семье есть и среднее смотреть то как бы их мало просто том что капитализм все на цифре и получается везде из цифры там сколько стоит ребенка там воспитать поднять там сколько обучения там я помню там как же страна помогает вы так раз рисовывает такая классная страна страна возможно сграют но сейчас сколько получается детское пособие где-то в районе 180 евро сейчас в месяц в месяц в германии купишь на 180 евро ну так ну что помогает вот помогают потом помогает и если например этом дом строишь сам типа и там до двух лет ребенку там будет какая то есть понятие типа как строительные деньги что типа на ребенке эти 180 евро на него не забирали добавляют какие-то там деньги чуть больше для того чтобы ты вот на до двухлетнего ребенка не экономил там на йогуртах на памперсах там типа во время стройки какой-то есть там какой-то еще дополнительный плюс ну просто как они там когда вы помню марки были там четкая была цифра что типа ну как бы семьям до такого как бы озвучивается да типа что надо полмиллиона марок от рождения ну там до пока он уже покинет дом типа ну за это время потратить ну и понятно что ну как капитализм материальный мир до каждый немец зубы блины готов ли я вот ну как бы пол лимона да там марок ну или там скажем эквивалентом 250 тысяч евро потратить за это время плюс это может двое детей да а кто зарабатывает до фига в германии ну топ менеджеры вот в компании которые экспортеры ну вот экспортная компания ну то опять же там mercedes ну это много компания шапочка porsche они тебе заплатили нет почему немцы делают такие хорошие автомобили я очень люблю audi я люблю porsche у меня был volkswagen но у меня японские на самом деле каялья в немецкие машины двери такие что ты закрываешь чувство что это дверь ну почему вообще я считаю за что немца уважаю как бы да они не лепят full fill как бы ну вот на всем уровне как куда если они делают как бы не делать нормально пускай это будет недорогой но они делают вот уже там сотни лет вот они не лепят гробатого бутаз как бы мы еще к этому далеки для торга рбата класс поэтому как бы ну как бы они там делать канализацию до как бы там она там сотни лет стоит люди там в рост туда ходит по канализации все видно все сделано с клинкера марка там 400 марка 1000 дом строят как бы да у нас как бы там ну вот мы там пытаемся там что-то какой-то ремонт там что-то ну перед соседом как бы там или там перед перед взрослыми коми они как бы внутри вообще очень обои под покраску очень просто очень просто пол но материалы именно как бы капитальная крыша там клинкерные черепица стены клинкер фундамент как бы качественный понятно что там те обои можно помять так далее но как бы это все просто как бы это там внимание никакого там они не уделяют этому как бы но и так и это касается и машин и всего до что если как бы они делают они делают основательно то в мире есть понятие немецкая как бы качество до что это как бы уже это движет ну как бы в мире немецкую продукцию и как бы немцы как рынок сбыта тоже очень как бы хороший если мы говорим там porsche продали в украине новых 800 машин в германии там 38000 машин сколько нужно денег для жизни германии но это опять же как жить как жить на какую сумму я жил тогда в германии между было там скажем 19 20 лет я и у меня детей не было у меня была там собака и было вот моя там как бы сейчас уже супруга тогда еще была просто девушка ну можно было жить там на 2-3 тысячи евро из которых там 600 где-то уходила на квартиру это еще тогда да и ты теперь ты квартирками было небольшая как бы в надо жить этом но у меня как бы вы считалось как бы неплохая потому что это был первый этаж и первый этаж имеет там где-то порядка там полсотки ну как бы своей территории то где можно поставить потому что то какие-то сосиски пожарить ну как бы считается первый этаж тип это круто а сама квартира была там 45 48 метров и остальное как бы это же ну просто там вот у нас например купить машину как бы да это надо собрать деньги как бы да и купить но как бы содержать ее на самом деле не очень дорого в германию машина можно с техосмотром живым как бы давать бесплатно но вот страховка там я будет стоять на то время там это было минимум полторы тысячи как это бесплатно но бесплатно как получается как люди говорят вот я там есть авиза например да условно там газета или там какие-то сайты типа ол x у нас и они типа пишут машина с техосмотром там техосмотр действительно там шесть месяцев а даю бесплатно какой-то там опель кадетом или опель астро и ты можешь взять как бы поставить на учет и ездить почему надо бесплатно потому что это например 15 20 лет тому автомобилю ему отдать получается эту машину чтобы ее разобрали это стоит деньги 300 400 евро он не хочет это платить но чтобы разбирали утилизировали и он как бы надеется что там если есть какие-то поляки литовцы которые возьмут типа ну просто и он сэкономит эти там 200 300 евро которые он должен заплатить за утилизацию и он это объявление делает кто-то приезжает забирает эту машину как бы и по сути можно ее там так как у тех смотришь там действительно кататься там пару месяцев до условно или потом делать новый техосмотр и машину эту можно взять я же там по сути бесплатно но страховка самая дешевая полторы тысячи евро в год будет стоить на эту бесплатную машину основание такое же типа да твоя машина ничего не стоит но ты же можешь как бы догнать то что стоит и получается твоя страховка должна будет тогда тому человеку выплачивать но это разумно конечно разумно но просто 6 у нас там страховки там ну там как там базовая там 2000 гривен то плюс-минус там стоит да за машину как-то не я нормально получил пару тысяч евро на этот полная карта наверно полная каска конечно я сейчас не за полная каска говорю я сейчас как бы за самую базовую тоже полная каска в германии может стоить 10000 евро как бы это такое дело кому подходит эта страна как ты думаешь мне кажется что эта страна подходит для более старшего поколения и в принципе я знаю старшее поколение которое живет в германии уже 30-40 лет они знают немецкий на каком-то очень начальном уровне и в принципе хорошо себя чувствует и также им помогает государство финансово как происходят отношения между парнем и девушкой тебя были отношения с немками у меня не были отношения с немками по банальной причине они мне не нравятся внешне все-таки наши красавицы намного милее красивее и мне ближе менталитет все таки я вырос во львове и некоторые ценности в немецкой культуры они мне совершенно не нравятся время какие например отношения без отношения без обещаний скажем так то есть это отношение на одну ночь на одну неделю на две то есть погулять с теми и с теми с девушки вот они такие непостоянные они до определенного возраста я бы сказал непостоянный потому что в германии все там в период с 20 до 30 они не желают заводить семьи строя серьезные отношения для них все-таки приоритета карьерный рост это выстроить так сказать свой план чтобы знать сколько он будет получать через неделю через 2 через месяц и вот когда уже плюс-минус приходит понимание либо иллюзия стабильности тогда уже начинаешь задумываться над более семейными вещами немцы умеют дружить или какая она немецкая дружба ну какая она как наверно умеет если как бы там у тебя нет как у друга не только никаких проблем да как бы там если проблема есть не ну зачем-то нужен условно тяжело как бы сказать умеют ли они не умеют как бы меня там один был как бы немец который может сказать что мы там дружили как бы но просто что у нас был разный возраст сильно как бы он был намного старше и было такое какое-то понимание как бы между ним как бы ну опять же тяжело как бы сказать потому что детство разное как бы до взгляды разные как бы понимание жизни разные у них как бы это все капитализм все как бы на деньгах построена типа что ты мне я тебе если попробовать несколькими историями описать менталитет немцев ну как бы они придерживаются основная масса законов ну даже чересчур скажем так были такие вот история что на первый я там есть у меня квартира была на первом этаже на моей террасе там какое-то время лежали там четыре колпака автомобильных и мой сосед справа написал письмо управляющей компании что как же так что там четыре колпака лежит и когда же там это уберет эти колпаки чего его как бы там но он писал одно письмо там что-то второе а тебе не восхать просто и рубере не он считаете по зачем напрямую типа есть управляющая компания плано же получая деньги пускай она это решает как они напрямую они не пытаются напрямую но я-то по сути понимаю как бы от кого письмо да но напрямую они почему-то не хотят говорить как бы или там как бы до конфликта конфликтовать или там типа даже это может решить за пять минут к типа читам колпаки там убили что там что такое и я долго искал ответ на этот вопрос почему именно так позиция немца очень проста зачем я буду идти напрямую рушить там отношения с моим соседом спорить выяснять отношения почему он шумит если я могу просто позвонить в полицию и это сделает собственно за меня а утром я проснусь и пожелаю ему доброе утро была такая ситуация что ночью мы там например здание было пятиэтажное но это там и квартиры мы жили мы жили на первом этаже а на пятом этаже там что-то ну шумно там они что-то гудели это играли там на балкон выходили и жена как-то вышла и сказала типа что будьте тише уже там до часов типа что такое они там что-то дальше продолжали и она через полчаса вышла уже злая сказала что что вызвать полицию ну типа при грозила им тогда они они как бы с балкона зашли уже в дом когда и стали как бы тише и пройдя буквально день или два у моей как бы в подземном паркинге все колеса были ножом проколоты как бы сбоку получается когда прокололи все колеса вызвали полицию мне не вызывали как бы купили новые колеса как бы никто ничего не вызывал такие вот случаи были то что например там у меня там один знакомый когда-то тоже приехал и хотел уже взять опять же бесплатно когда-то там опель кадет я ему говорю я знаю там возьми а он как бы уже загружен был двумя машинами на украину и одна машина типа было лишь не он говорит но я там вернусь через неделю заберу поставил ее грубо говоря там на улице без номеров в этот опель кадет я минуту по правилам как бы если даже полиция увидит они наклейку вешают что типа вам 30 дней чтобы машину как бы убрать если вы этого не сделаете в течение 30 дней тогда мы как бы эвакуируем как бы и заберем он оставил машину проходит там дня 3-4 и я когда приезжаю нету этого опека где-то как бы да не было ни наклейки не было ничего и потом приходит мне штраф как бы даже типа там за эвакуацию зато за все я как бы задаю вопрос так полиции не было наклейки не было ничего не было кто машину забрал как бы они сказали причину типа шо там этот ваш опель стоял как бы над люком ну типа как дорожная оленевка и мы думали что там типа уже масло и там и так далее попадет в дорожную оленевку и это как бы приведет какой-то ущерб там природе ну короче такой что какой-то бред поэтому мы не не клеили не наклейку не давали там месяц времени а сразу вашу машину как бы эвакуировали как бы ну как только зафиксировали но опять же это же кто-то же позвонил кто-то сказал что типа на дороге на государственной земле не на частной стоит там какой-то транспорт не поставлен на учет до без номеров получается регистрации медицина в германии ну медицина как они же как бы за счет того что дотошные везде большие очереди а есть у тебя зарплата значит на тот момент я сейчас не знаю там какие-то произошли может изменения зарплата была до 4000 евро это брутто грязными то как бы у тебя стандартная страховка ну как бы стандартная страховка со всеми ты приходишь там зубному к любому врачу ну полтора-два часа как бы ты должен ждать как бы да пока твоя очередь как бы дойдет и как бы ну нет неплохой как бы уровень как бы здравоохранения если у тебя зарплата больше 4000 евро тут тебя как бы ты мог выбирать ты мог как бы уже частную страховку как бы сделать и получается как что в чем разница например для врача например если ты приходишь по стандартной страховки есть базовые какие-то прайсы до цены что например там вот эта консультация стоит там например там 30 евро это 50 евро это 100 понятно это берется не с клиента это берется со страховой компанией ну ничего больше он посчитать как бы не может он не может взять все-таки только базу если приходит частный клиент он может там это уже услугу разживать на больше да там не 50 евро да там сказать 120 евро и когда ты приходишь уже а это видно по карточке какая-то страховая как бы базовая небазовая частная тогда ты ждешь то максимум полчаса потому что эти клиенты им дороги потому что они могут им больше денег почитать больше услугу оценить свою врачи тогда ты ждешь то максимум там полчаса и понятно тогда они как бы делают ну все возможное ну как бы чтоб тебя когда вот это именно частное тогда как бы но намного лучше еще услуга почему потому что она намного больше всего покрывает хорошо образование немецкое но образование как бы 2 вариантов на на самом деле там масса там есть и средняя школа и там называется там есть гизам шули есть гимназия можно пойти в институт потом вернуться но сам факт высшего образования никакого смысла не имеет получается почему ну опять же если например ты там юрист или там доктор то тебе надо высшее образование да ну как бы для работы это ясно а если например там какой-то экономист пошел на высшее образование это как бы никто не делает если говорить о процент и людей взрослого населения которые имеют высшее образование его меньше пяти процентов почему потому что в экономике опять же меньше пяти процентов меньше выше за меньше пяти почему потому что ты когда в экономике вот развитый капитализм да они как бы фиде не считают и И получается, что не как у нас. Ты приходишь с высшим образованием, говоришь, что у меня там два высших, три высших. Тебе говорят, там 10 тысяч гривен, иди гуляй, типа, да, или готово, не готово. У них как бы есть норма час. Меньше как бы этого давать нельзя за высшее образование. Средняя, например, такая ставка, высшая такая ставка. И получается, как человек, работодатель ищет сотрудника. Он не хочет платить, например, 25 или 30 евро за час. Ну, человека, брать экономиста с высшим образованием. Он хочет взять экономиста со средним образованием, чтобы платить ему, например, 15 евро в час. Вот это он ищет. В Германии четкая система трудоустройства. Тебя очень тяжело взять на работу и тяжело уволить с работы. Потому что работодатель, когда берет тебя на работу, он подписывает вот такой вот пакт документов, связан с твоими налогами, социальным страхованием. И его, тебя как работника тяжело уволить. Не без определенной какой-то причины. Вот не может прийти работодатель и сказать, ты мне не нравишься, завтра ты не работаешь. У меня есть знакомые, с которыми я плотно общался в 15-16 году. И они поступили в немецкий вуз. И сейчас они отучились 3-4 года и имеют диплом бакалавра. И в принципе могут спокойно работать в Германии. У них есть право на работу, у них есть немецкое и европейское образование. И сейчас они активно ищут работу в больших корпорациях. И часто они сталкиваются с такой ситуацией, как принятие решения, кого взять на работу. К тебе, как к руководителю, приходят 2 человека. Они закончили одинаковые вузы. Они, условно говоря, имеют 2 одинаковых диплома и знают оба немецкий язык. Только один кандидат, он чистокровный немец. А другой это из Украины, хотя он выучится с ним на одном факультете. И как ты думаешь, кого возьмут? Немцы. Но это также будет, скорее всего, и на Кипре. Здесь же тоже возьмут Киприота, в первую очередь. А потом вылазят такие факты, что диплом и знание, и опыт украинца, он выше, нежели немца. И, допустим, тот не брал участия в исследовательских программах, курсы по обмену, поездке и так дальше. То есть наш человек даже может быть опытный в некоторых вещах и получил больше опыта. Но для некоторых компаний приоритетнее брать своих. Это видео, как и многие другие видео, которые выходят на моем тревел-канале, снималось еще в 2021 году, до войны. Я думаю, что очень многое поменялось не только в Украине, где я сейчас нахожусь, а также и во всем мире, в том числе и в Германии. Если честно, у меня есть знакомые, которые находятся в Германии. Многие получают там пособия, кто-то устроился. Есть даже мамина подруга, не буду говорить, как ее зовут, в общем, которой сказали, иди, пожалуйста, работай. И она сказала, что нет, наверное, я все-таки поеду домой, обратно в Украину. А потом ей сказали, может, пока не работать. Она там осталась. Ее спросили, когда ты вернешься домой. Она сказала, ну, вот денег поднакоплю и вернусь домой. Ну, в общем, многие как бы выезжают так. Но в любом случае многие, кто был в Германии, кто мне писал, сейчас хотят снять со мной видео, точнее, чтобы я с ними снял видео о том, как они где-то жили, а потом вернулись обратно в Украину, либо кто-то вернулся сразу после войны, когда война началась и так далее, они недовольны ни жизнью ни в Европе, ни в Штатах, ни везде по миру. Во-первых, все подорожало. Во-вторых, нас там не особо сильно любят. Я, конечно, благодарен всем европейцам, американцам, которые помогают приютили. Но, если честно, очень многие даже люди, которых знаю я, у которых есть деньги, они все равно идут получить пособие. Я этого не понимаю, не буду осуждать, но я этой историей не понимаю. История про Германию была интересна. Я даже, честно говоря, экспаты не особо хотел снимать почему-то в этой стране. Не знаю почему. Думаю, поехать еще по многим странам, когда будет возможность поснимать, как живут наши, и вообще придумать какой-то новый формат. Но как бы экспаты почему-то в Германии снимать не хотел. Для меня эта страна все очень ровно, все очень правильно, все очень четко. Шаг влево, шаг вправо. Ты не живешь. Но, думаю, вы все поняли. Мы, кстати, с вами находимся сейчас в Киеве, в Юнит-Сити, где по-прежнему еще находится и офис поиска абилетов путешествий TripMyDream, которым, я надеюсь, вы пользовались до войны и будете им пользоваться после нашей победы. Также здесь находится школа цифровых навыков Пара, где я преподаю, где у нас, кстати говоря, начался 9 поток. Совсем вот недавно я прочитал уже 2 лекции, еще можно к нему присоединиться. И вы можете обучиться за 4 месяца интернет-маркетингу и работать в любой точке мира. Либо для своего бизнеса себе помогать, если вам это надо. Либо устроиться на работу, фрилансить. Но, в общем, если вам нужны знания в интернет-маркетинге, приходите, мы обучим и вас. 4 месяца обучения, чат-поддержки, все лекции вживую. Но, в общем, за 2,5 года мы обучили уже больше 2,5 тысяч студентов. И сейчас у нас начался 9 поток. Также, если вашему бизнесу необходим интернет-маркетинг, вам нужно настроить платный канал трафика, контекстную рекламу, ретаргетинг, сделать SEO-стратегию, выполнить эту SEO-стратегию, настроить SMM, вести социальные сети, сделать глобальную стратегию, настроить аналитику, обращайтесь у нас в свое агентство, и мы можем все это сделать. Кстати говоря, агентство находится тоже здесь, в Юнисити. Мы все здесь живем и сидим. Хотелось бы, чтобы люди ходили в офис чаще, а так люди ходят в офис раз в 3 дня. И то не очень с радостью. Но мы пока так позволяем. Ну, в общем, смотрите видео до конца, будет еще несколько интересных моментов. Если вам интересно прийти обучиться, либо обратиться в наше агентство, все контакты есть в описании к этому видео. И да, приятного просмотра видео дальше. Что же с Германией не так? Почему ты уехал? Почему есть люди, которые оттуда все-таки уезжают? Кому она не подходит и почему? Многие вещи, когда ты за границей, ты как бы уже не хватает тебе. Я понял, что в Украине прекрасный климат. Чего, например, в Гамбурге на севере, ну как бы климат никакой. Постоянная влага, постоянная сырость. Нет нормального лета, нет нормальной зимы. Ветер дует, температура там на улице минус 3. Ну, как бы по ощущению это как минус 30, как бы да, потому что там в Киеве я тогда приезжал в гости, там было минус 20, но я так это по-другому ощущал, потому что не было этой влажности какой-то страшной. Потом там тоже питание. У них в основном в дискаунтерах люди покупают вещи. Там как бы предложение очень ограничено. Да, одно масло, одно молоко. Ну, в дискаунтерах типа там Aldi, Lidl, да, выбор небольшой. Питаются в основном с этих дискаунтеров. Ну, это как бы наш типа АТБ. Может, как бы он сейчас как бы там лучше, ну, визуально. И как бы просто сидел и взвешивал, как бы, что я хотел. Для меня было важно как бы быть самостоятельным, как бы, да, развиваться, работать на себя, не работать как бы на дядю, потому что когда я работал на заводе, как бы, да, я не хочу ничего делать, никакой мотивации, ставка та же, делаешь много или мало, или что делать, просишь ту работу, типа дайте больше работы. А тебе не дадут вторую работу, мы уже помним, потому что есть группа, где ты платишь 45%. Ну, не то, что, это как бы капитализм, им как бы невыгодно. Даже когда ты приходишь с высшим образованием, тебе что отвечают? Нижние отвечают, типа, что мы не хотим платить тебе там 25 или 30 евро в час. Они пишут тебе ответ. Вы хороший специалист, вы красавчик, вы обученный, у вас высшее образование, но вы переквалифицирован. Не сложно было вернуться обратно в Украину после стольких лет? Ну, как мир просто поменялся чуть-чуть по-другому, да, как бы там была одна жизнь, как бы тут другая. Она и не тайне, это понятно, что там были какие-то позитивы, но там по климату, как бы, это те же продукты, да, например, можно пойти там в какое-то село, там какой-то даже там Васильков городок, да, там продукты, ну, сельские, они чистые, хорошие. Ну, в Германии найти там продукты, у них там, типа, есть там простые продукты, есть био, а есть эко. Это зависит от того, сколько химии ты можешь использовать. Ну, получается, если, например, там простой продукт, ты там можешь иметь, ну, там использовать, там, скажем, 800 препаратов разных химикатов. Если там био, ты там можешь использовать, там, ну, там 300 препаратов разных, там гербицидов и так далее. А эко, типа, там у тебя остается, ну, там, грубо говоря, там вода с лимоном, что-то еще, ну, там 30-50 препаратов. И если это там уже продукт эко, да, там, как бы, то эта курица будет уже стоить там 30-40 евро, ну, как бы, да, если там она уже вот со штампом. Обычная, самая дешевая? Ну, дешевая, может, там, как у нас стоит, там, 4-5 евро килограмм, где-то порядок цен такой примерно. И поэтому, ну, как бы, много, потому что, опять же, родственники были все здесь, бабушки, там, дедушки, там, да, отец, там, мать, как бы, сестра. Опять же, ты тут родился в Киеве, да, как бы, тут тебе никто не скажет, типа, что приехал, там, типа, давай, вали домой. Ну, мы по-другому воспитаны, как бы. А они немцы, наоборот, как бы, да, ну, они, опять же, от Гитлера, как бы, да, это все от Второй мировой войны, что, типа, мы вот тут немцы, мы тут рулим, мы, там, всю черноту всех этих евреев, всех цыган вырезаем, высшая раса, мы блондины, мы голубоглазые, мы создаем, как бы, ну, как бы, самую-самую высшую расу. И это что-то такое у них осталось. Ну, типа, они считают, что, типа, они немец круче, чем, там, кто-то другой, условно, как бы, да, какой-то уровень у него как-то повыше, скажем так. Такое присутствует. Юра, мне кажется, что нужно очень много иметь внутренней силы для того, чтобы уехать из своей страны. Это проще сделать еще в юном возрасте, это гораздо сложнее сделать в более взрослом возрасте. Но в несколько раз больше вот этой внутренней силы, воли и признания того, что получилось или не получилось, нужно сделать для того, чтобы вернуться обратно. Проблема какова? Что некоторые думают, что, типа, ты, когда вернулся, типа, ты там что-то потерял, или тогда ошибка была, это было все напрасно. А это не напрасно, это был опыт правильный, ты по-другому мыслишь, ты уже, как бы, не украинец, ты уже и не немец, ты что-то среднее. Я скажу так, что, наверное, бы каждый второй бы вернулся, если бы он бы мосты бы не сжег, когда уезжал. Что значит сжег мосты? В 90-х годах у нас недвижимость стоила, там, копейки. Ну, там, однокомнатная в центре стоила, там, 5-8 тысяч долларов, там, трехкомнатная 20 тысяч, они продали имущество, ну, эти квартиры, там, эти хрущевки, там, или что там, сталинки, уехали. И сейчас, живя в капитализме, в развитом мире, как бы, да, даже если он решение принял, я вернусь. Куда он вернется? Квартиры нету, ничего нету, нигде нету. Получается, что он должен? В конкуренции, в капитализме, в Германии или в Америке заработать сейчас на квартиру 150-м или 200 тысяч долларов, да, чтобы приехать на тот уровень свой конца 90-х годов, или начала 2000-х. Что бы ты порекомендовал тем, кто хочет уехать в Германию? Ну, порекомендовал, как бы, кто хочет, ну, не вестись, как бы, на доходы, что там, если брать вот этот вот 3,5 там доход, что он не будет, что он намного меньше. И что расходы, которые, например, в Германии, они несопоставимы с украинскими расходами, потому что, как бы, там, посещение того же зоопарка, вывоз мусора и так далее. Я даже когда-то там одной девочке, которая хотела в Германии, как-то обсчитывал просто процентуально, ну, там, брал, например, нашу зарплату, там, 15 гривен, ну, там, среднюю, да, там, 15-16, и брал, там, немецкую, там, грубо говоря, там, ну, скажем, там, 2 800, пускай, там, или там, 2 700, и обсчитывал просто процентуально, там, вывоз мусора, там, немецкий, наш, там, посещение зоопарка, то процентуально у них многие позиции были выше. Хотя, если говорить конкретно о продуктах питания, то в Германии, как бы, многие позиции даже дешевле, потому что у них НДС пониженный на продукты питания. Если у нас, как бы, ставка НДСа 20% на все, то у них именно то, что касается продуктов, чтобы, как бы, продукты были доступны для всех, у них 7. Я сам хочу, например, жить в Украине. Мне нравится путешествовать. Я люблю и Кипр, и другие многие страны, но Украина моя родина. С твоей точки зрения, в чем плюсы Украины по отношению к той же Германии? Украина классная страна для тех, кто хочет быстро получить профессию, быстро протестировать, броситься с головой в одну тему, попробовать построить. Не получилось, попробовал следующую. В общем, классная страна для тех, кто хочет самореализоваться. К сожалению, я не знаю других стран, где люди в течение года могли так бы быстро вырасти в заработке, либо в должности. У меня есть знакомый, который вернулся из Германии с европейским дипломом в Украину. Ему предлагали в Германии зарплату 1600 евро, полный социальный пакет и, в принципе, хороший карьерный рост. Но он отказался за счет того, что до зарплаты 6000 и больше ему пришлось идти более трех лет. Здесь же у него это получилось намного быстрее. Что бы ты хотел, чтобы украинцы позаимствовали у немцев? Я бы очень хотел, чтобы законы в Украине соблюдались на том же уровне, как это сделано в Германии. Может быть, действительно та система, которая выстроена там и дает возможность давать кредиты другим странам, чувствовать экономическую независимость и высокий уровень жизни. Мне бы хотелось порядок, такой, как там на улицах, хорошие автобаны, производство. И, в принципе, высокий уровень зарплат. Ну, у нас с тобой страна возможностей. Слушай, я всегда опасался, когда прилетал в Германию, почему-то полицаев. Вот они такие как-то жестко так смотрят? У меня просто такое предвзятое мнение, либо на самом деле это так? Я скажу, что Германия – это полицейское государство. И в основном люди не боятся полиции, потому что они живут по правилам. А когда ты живешь по правилам, тебе нечего бояться. Ты знаешь правила этой игры. А для тех, кто имеет какой-то бэкграунд, то я думаю, что они опасаются тех злобных взглядов. Как ты меня. Какой у меня интересный. Я задумывался о своем бэкграунде в пятом десятке. Последний вопрос. Жена твоя, немка, по сути, наполовину, уехала с тобой. Как часто она ностальгирует и как ей Украина? Она жила 12 лет в Аргентине, в Бонес-Аресе. Потом она жила 12 лет в Германии. Сейчас ей было 40. Получается, больше всего времени она прожила в Украине. Она идет как немка с немецким паспортом. И это многие понимают, кто возле нее. Например, ребенка собирается в школу. Люди смотрят, что ты тут делаешь? Тогда стоят общество, спрашивают. И она потом спрашивает меня, что мы тут делаем? Это не потому, что плохо нам или плохо ели. Я говорю, зачем нам думать за кого-то или за общество, или за социум, понять или их проблему решить? Мы должны думать за себя. Нам устраивает, нам комфортно, мы живем. Мы можем туда поехать в любой момент? Можем. Зачем нам пытаться социум, что-то пытаться им объяснить? Что мы делаем? Почему мы делаем? Почему мы здесь? Поездив по всему миру, я все-таки выбираю жить в Украине. У меня около 50 стран. Большинство людей не понимает, что куда бы они ни приехали, они привезут себя. Благодарю тебя. Очень душевно, искренне и сильно. Удачи. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok